Ты, застройщик, можешь выйти из состава общества взаимострахования, но это не отменяет и не снимает обязательства, которые ты уже на себя взял. У застройщика есть другой вариант не привлекать средства граждан, получать деньги не в людей, а в банк, и тогда он не потребуется ни вступать в общество взаимострахования, застройщик, ни искать какие-то иные способы получения банка с гражданами. Важно отметить, что такое общество в соответствии с законом России является только одно. И мы избегаем тех рисков, которые, к сожалению, себя не лучшим образом показали, скажем, в истории создания СРУ саморегулированных организаций. Сегодня в России насчитывается огромное количество СРУ, более тысячи, которые занимаются строительной деятельностью. Естественно, чтобы следить за таким количеством общественных организаций, государство не может. В случае собственного взаимострахования, это не только единый на всю страну инструментарий, это еще и прописано законодательно в жестких контролях государства за его деятельностью. Этот контроль будет осуществлять и уже по факту осуществляет Министерство регионального развития. Именно Министерство регионального развития по закону и сегодня готовится к созданию службы взаимострахования, проводя все необходимые отборочные пути. Есть три механизма, которые предлагаются на выбор застройщику, если он хочет привлекать средства дольщики. Первое – это вступить в общество взаимострахования. Второе – это застраховать все риски в пользу дольщику, при этом застраховать не в любой страховой компании, а только тем, которые отвечают установленным законом притерийом. Это лишь крупнейшие страховые компании страны. И третье – получить банковскую гарантию, опять же, на полную цену привлеченных средств граждан. Ну и опять, не у любого банка, а у того банка, который соответствует требованию закона. Такого порядка десять. Повторюсь, застройщик может не выбирать ни один из этих механизмов, то есть строить за счет своих средств, ну и за счет союзов, но не за счет бесплатных. Масковская область очень востребована в системе защиты граждан всевозможных перепитий, которые мы видим на рынке. У нас более 200 тысяч дольщиков, которые заключили договор, которые были зарегистрированы в ПРС. Это 414 миллиардов рублей за граждан, которые привлечены в стройку. Поэтому для нас очень важно, чтобы возврат средств в случае банкротства компании либо достройки квартиры был обеспечен в наступительном уровне. Поэтому события, которые сегодня здесь происходят, с 1 января все сделки будут страховаться. Очень важно. Тем более того, что в Московской области строится около 8 миллионов метров квадратных жилья. В связи с тем, что 500 компаний привлекают средства граждан, это огромное количество компаний, которые, собственно, работают на рынке, очень важно, чтобы вот этот вот порядок, этот фильтр существовал. Потому что это системный подход, не управление в ручном режиме, как это происходит сейчас, а системный подход к наведению порядка с привлечением средств граждан. Смысл. Компания, привлекающая средства граждан, должна быть надежна, как банка. Либо тогда строите на заемные деньги, либо занимайтесь где угодно на рынке, только не у граждан. Точка. Сегодня нам закон четко отдает предписание, как это делать. Любая компания, которая строит в обход 214, штрафуется от 500 тысяч до 1 миллиона. Московская область на 89 миллионов поштрафовала таких нерадивых застройщиков. И, по сути, правительство Московской области сегодня уделяет этому особое внимание. Потому что правильность сделки, правильность сделки, оно гарантировано сегодня заходом. И вот очень важный момент, это очень важный посыл ко всем гражданам, которые будут заключать соответствующие сделки. Если с 1 января человек принимает решение и выходит из этого круга надежности, то есть работает не по 214, и следит за тем, чтобы его сделка была застрахована, всю ответственность он берет на себя. Потому что сегодня законодателем уже обеспечена его защита со всех сторон. Сегодня государство максимально сделало. Законодатель обязал заключать 214. Законодатель сказал, что все сделки будут страховаться. Вот эти сделки будут очень надежны. Дело в том, что эксперты говорили о том, что еще не приняты правила страхования, они должны быть в страховом отзоре утверждены, они должны пройти к государственной регистрации. Нет методики составления такого тарифа и самого тарифа. Вот о чем говорили страховщики, потому что для них это самый важный вид деятельности. За этот период однозначно все эти правила будут утверждены в страховом отзоре, то есть я не думаю, какие-то проблемы будут на рынке. Они ровно про это и говорили. Все страховые компании, которые и сегодня выступали, и банки, говорят, должны быть единые правила страхования. Это как раз работа сегодня Минрегиона и Центробанка. Вот задача сейчас за эти 2-3 месяца создать единые правила страхования, чтобы не было такой ситуации, про которую, собственно, вы и говорите, те риски, когда напишут кучу условий, например, на целевой использованный денег, когда можно будет по страховому случаю не выплачивать соответствующие средства. Это должно быть запрещено правилами страхования.